название выпуска что не так с цветом мы сегодня приехали на мебельную фабрику утверждать цвета кровати шкафов патинирование на кровати и вы знаете не поругаться во время ремонта и во время согласования интерьера но это нелегко бывает поэтому мы сами не ожидали что у нас такой накал страсти будет в сегодняшнем выпуске и самое главное что он будет развиваться по ходу событий так что не отключайтесь оставайтесь с нами и мне важно ваше мнение добрый день наши дорогие зрители и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей мы продолжаем строить строить нашу спальню мечты мы сегодня опять приехали на мебельную фабрику все из массива . рф координаты фабрики будут в описании к видео наши выпуски с фабрики вызывают у вас большой такой отклик вот поэтому я продолжаю их тут снимать ну потому что мне кажется действительно интересно прикоснуться к процессу производства и посмотреть до все этапы создания мебели так вот сегодня у нас очередной этап фабрика сделала выкрасы патины но такое со старинности на кровати у нас вот и мы приехали посмотреть утвердить ну согласовать эту патину там разные возможные варианты ну и также уже фабрика продвинулась в создании нашей мебели хотим посмотреть сегодня на следующий этап в общем приглашаю вас со снами пройтись и все посмотреть подъехали да пока ждем когда за нами выйдут вот хочу показать сегодня у нас потрясающая погода плюс 10 но на солнце мне кажется что наверное градусов 15 все вот фабрика находится практически в александрове да так чуть скажем в пригороде александрова вот кстати тут видимо микроавтобус фабрики как раз тут есть их координаты но и я вам дам их также в описании к видео у них собственное производство здесь все это и делают но кто смотрит выпуске уже смотрели добыли с нами на производстве пару раз да девочки не мальчик мальчик ой этот божественный запах дерева на весь цех вроде казалось бы цех такой большой и потолок высокий аромат дерева стоит вообще на весь цех да кстати этого не было вот завезли новый материал когда мы приходили вот видите какой тут кран погрузчик такой вот это желтенько это наш комод уже ну хороший цвет мне нравится на чертежах такой же цвет и фактура видно а это наш ящичек даже на итальянской фабрики тебе вот сюда фанеру не поставили да и все дерево натурально посмотри какая фактура прям видно этого дерево да фактуру дерево аккуратность покраски да отлично все по моему и прям вот эту рамочку которая на проекте все да очень веселенький солнечный комодик алексей вот это наш шкаф а вот уже смотрите шкаф и видно его цвет да тоже хороший вот как раз здесь видите шкаф он можно сказать под лаком то есть у него сохранена вся фактура дерево рисунок все видно вот комод он будет желтой ну прямо все видите постепенно все подбирается так как и планировалось это же очень приятно а еще смотрите какая тут стоит классная кровать это не наша кровать но очень красивая а вот и сам комод уже смотрите там где мы увидели прошлый раз все аккуратненько видишь ровно по размерам видится отлично как мы договаривались очень мне нравится наш комод так но мы сегодня приехали смотреть кровать да нас какой цель это приехал а вот познакомиться здравствуйте патина вам патина давайте александра оксана оксана буду вашу кровать и доводить до ума так скажем акценты расставлять надо выбрать по образцу какой именно вариант вам больше подойдет вы сделали вариант раз выглас посмотрим и решим отлично а ну вот собственно вот тут вот и должна быть потянута да которую мы сейчас и обсуждаем кстати на камеру цвет синий ярче чем жизни он жизни более приглушенный в этом месте хочу вам напомнить как выглядит кровать в проекте а вот видите у нее по периметру вот нанесена патина то есть зачернение и ну либо бронза либо золото но светлые такие места выглядят они и вот опять же как в интерьере выглядит синий цвет кровати и желтый цвет комода и вот обратите внимание они не совсем такие как у нас сейчас получаются именно про это мы сегодня будем разговаривать потому что есть нюансы в цвете но шкафы выглядят практически так как они у нас сейчас получаются и потолок тоже так что с цветами разбираемся как я увидел на фотографии поняла мне показал что там вот сначала затемнено внутри а по верхам идет или золото или серебро ну как вы сами выберете да но можно и без темного то есть просто внутри золото и вот здесь вот побольше вместе со всеми поверхностями то есть структуру дерева подчеркнуть или просто синяя в основном синий внутри в этих углублениях будет воск это воск или краска здесь темный воск с краской здесь вот серебро там в конце медь нужно будет решить надо будет сейчас я сфотографирую еще отправлен нашим дизайнером который в общем то это все придумали ты да и пусть они посмотрят и согласуют а вы вообще сами чем сама чем занимаетесь я декоратор предметов интерьера в основном картины и мебель могу перекрасить где ваши работы можно посмотреть в машине кое-что и лежит есть они одни меда в интернете в интернете 100 грамм сейчас уже можно так как не работ в контакте есть да и тогда ваши координаты дадим в описании к видео может быть кому-нибудь будет интересно познакомиться с тем что делает оксана а может быть она часа из машины нам что-нибудь принесет покажет мне отлично вот это больше всего нравится сейчас мы еще у валерий леонидовича спросим пока мы разговаривали с оксана мужчины убежали что-то тут обсуждают а я видите свой любопытный нос микрофоном какие элементы патинирует понять уже где это патинина как она будет смотреться естественной среде я думаю естественная среда вот такая ну да получается вот она здесь проходить да 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 чтобы выделить вот эти вот места да чтобы не сливалось нанеси эту куклу можно вот этот план человек мне кажется надо еще сфотографировать и девочкам дизайнером отправить тоже чтобы они рассмотрели мне лично нравится больше всего вот вот этот вот вариант вот где исчернением вот это будет сильнее все правильно да вот он самый такой выразительный получается где и золото и черный чернину ну через чернение вот она по проекту вам надо проект еще разочек тоже открыть посмотреть подробнее того мое мнение мое мнение такое в общем-то одно совпадает мне кажется с алексеев наверное с дизайнером тот кто это это без черноты а мне кажется что там вот у них чернотой ну посмотрим сколько площадь само прямоугольника небольшая то закрашивать вот именно ты видишь где есть вот это планка была бы здесь внизу она как бы расширила это все пространство и вот это ширина патины тоже бы как как-то сыграла но когда это будет почти в середине саму большого маленький вы прямоугольник большом да еще за затушен здесь ничего не тушуется вообще здесь речь идет о том что разница насколько я понимаю да оксан разница и и и и здесь и здесь это место но только вот здесь но просто разница них в том что здесь черным больше подчеркнута контрастность а здесь это сделано только светлым и там и там это делается вот в рамках вот этого фрагмента ничего никуда не затушевывается не там не там нет они сейчас вот эти же отличаются ничего никуда не затушевывается просто здесь за счет добавления черного мы сможем не спорь лучше пойми что ты сказал ну что ты мне сказал в одном варианте тонкая полоска в другом варианте еще шире эта полоска становится видишь но этот вариант и понимаешь я говорю здесь тонко здесь еще шире здесь меньше ширина там больше вот о чем речь идет мы сейчас тобой вот тебе нравится вот этот вариант а мне вот это говорю о ширине пока ширине растушевки в одном случае она менее тонкая и изящная другом поле как бы закрывали широкая с тобой согласна не нужно точнее если ты меня понял скажи да да понял теперь вот обсуждать какой из этих вот вариантов тебе больше нравится менее затушеванная поверхность больше затушеванная там или уже там есть с переходом на черный цвет ну вот мне нравится вот это потому что она контрастная действительно выглядит как состаренная и как будто то оттуда проступает мне кажется что это вот ближе всего к тому как а на проекте мне кажется здесь излишне и сталина потому что все таки как бы целом этот сама деталь она тоже как бы должна показывать свою свое время если например вот все там так и составлена почему тогда вокруг не составлен это потому что но это сделано как тень понимаешь мне кажется что когда она сделала более изящной форме вот как здесь давай откроем проект и посмотрим там так открой пожалуйста проект это увидишь что там вот и вот эта часть как здесь то есть она вот представимся вот этот переносим сюда здесь аккуратненько это тонко пройденный плюс ко всему идея еще ребят сделать и здесь вот эти вот маленькие швы где где видишь краска заходит тоже их подчеркнуть тогда мне кажется целом будет так скажем не сильно навязчиво если бы мне кажется этот это деталь сама по себе вот в целом вот она была же побольше то и раскраска это как правильно называется колёвка колёвка то раскраска колёвки тоже могла быть шире позади то есть чем шире тем шире за колёвка чем уже деталь вот я считаю что узкой детали будет колёвки должно быть вот такой нет я согласна что она расходиться по рисунку не должна больше чем вот здесь но вот здесь у нее более выраженная контрастность и чуть-чуть она так более золотым смотрится мне больше так нравится давай еще девочкам отправим потому что это изначально их идея не больше представляет как это будет в итоговом виде смотреться у нас такая возможность есть видишь ребята они как раз нам какие очень творчески подошли к этому процессу хочешь бы на выбор да мы прямо восхищаемся вами а наши зрители алексей уже все в вас влюбились вы читаете комментарии там вам такие дифирамбы пишутся вы просто супер вообще восхищаются и организации порядка на производстве и вообще что если бы у нас в стране было больше таких производств мы бы вообще были на впереди планеты всей мы уже и так туда идем а так будем вообще впереди планеты спрашивали как вот все достигается такая особенность потому что я думаю когда наши дизайнеры нарисовали вот эту патину да они наверное как-то даже еще нам но всяком случае в то время не сказали как она делается они наши дизайнеры сами такое умеют делать поэтому они в курсе как она делать они предполагали что производство сделает а производство видишь не делала ранее но подошло творчески и поэтому привлекло оксану насколько я понимаю да оксана а еще творчески более подошла сделала массу вариантов вот если бы мы приехали нам бы сказали вот так будет сейчас бы нечего было обсуждать давай тогда уже глаза разбегаются давай тогда спросим я когда мне такой прием жизни надо сами спросить оксана вам какой больше нравится вы же все-таки тоже думали над этим если без черного то вот тот крайний вот этот да если с черным то вот больше серебряный тоже красивый но у нас там по проекту то поскольку комод желтый и вообще все тона теплая то нам серебро не как я могу не так и не больше таким выраженным не таким выраженным сделать золото мне кажется что сейчас чуть-чуть чернением понимаешь вот на нем же и так светом вот эти тени падают видишь ну как бы есть черноватые тени а вот это чернение она эти тени чуть-чуть усугубляет так скажем вот теперь посмотри что проект да сейчас ее же можно еще вот здесь я замазала видите полностью то есть ее можно вообще зачернить нет это наверно не надо не нужно точно все черни и она будет более так смотреться обобщенно скажем так или полностью всю золотить нет это тоже не надо точно совершенно вот это вот когда золото далеко уходит это нет ну ладно сейчас я еще сфотографирую отправлю нашим дизайнером пусть тоже посмотрит поучаствует в обсуждении и тогда алексей и вот или оксана скажите а как вы вот эти тоже здесь так и шар заделаете да они там и на проекте так тоже нарисовано кстати вариант просто черным мы почему-то не рассматриваем он тоже имеет место быть без золота но там потому что на проекте явно не просто черным сделал я просто говорю как вариант и не быть да хорошо ладно сейчас посылают дизайнерам фотографии вот стеллаж тоже в процессе находится булочки тут всякие вот какая-то деталь это наверное не знаю нашей мебели не нашей но очень красиво снято так на алексей специально сделал да ты вешал да и вот это она вставляется сюда между вот этими так скажем внутри находится для чего когда рассыхается на имеет возможность играть и остается внутри двигается а сам шкаф не с ним ничего не происходит а если делать вот сплошную на такую широк ширину как вот этот вот тут почти 70 она как дерево может от рассыхания потом сыхание сонят сильно вы выйти так туда или другую сторону а это уже алексей приду вот такой конструкции какие нюансы я отправила дизайнером фотография тех выкрасов патиной которым сейчас с вами видели и пока мы ждем когда они нам дадут ответ ну да сейчас даже все посмотреть и нам согласовать точнее сказать свое мнение для того чтобы мы приняли решение а оксана пока сходила за своими работами и хочу вам показать мне кажется это тоже очень интересно вот в какой технике она работает и какие вещи для интерьеров она создает мир эту картину я нарисовал подруги это эти трафарет трафаретная техника так называемая она как выпуклая до получается ну такой дружеский шарш скажем на нее то есть она такая стилизована и немного в таком стиле вот я в основном работаю то есть это интерьерная картина да это да тоже интерьерное панно там набить и мешковина даже это может быть и стена то есть можно оформить полностью такую стену акцент на про стену какой-то зя да или в спальне где изголовье да то есть это и как панно и как фрагмент стены имеет место быть очень интересно и как давно вы этим занимаетесь ну несколько лет то есть такими картинами уже точно давно со стенами сравнительно недавно и вконтакте ваши работы все представлены можно зайти и посмотреть да там есть живые stories и актуальные как раньше и посты почитать можно а вы заказчиками только у нас из александрова работаете или куда-то высылать можете картины например же можете картины вы можете под заказах доделать например вам можно фотографию прислала бы сделать по ней вот подобную картину ну и сколько например стоимость вот так картин на 10 тысяч квадратный метр размер но 10 тысяч квадратный метр это то есть и и картина и если это будет настенная работа там какой-то нет на настены нет там дешевле дешевле да там зависит от материала где-то от 3 до 5 тысяч квадратный метр вместе с материалом да мне кажется что в этой технике можно очень интересные какие-то интерьерные решения делать и даже там и на кухне то что-то там оформите в спальне тот образец крайне этом не вижу даже нам оказывается еще стоят картины буду делать подруги вот на кухню акцентную стену вот такую не выбрали вот образец я сделала и кухонный фартук также будет а парта как он потом чтобы стойкость подруга есть сейчас современные лаки эпоксидные такие составы они прекрасно контактировать будет с водой то есть вы создаете вот эту самую композицию сначала на стене а потом закрывать и и эпоксидным лаком которые ну то арестей придает 1 фартуку точно обычно стене надо делать она и так да же фартук чтобы он его мыть можно было тогда эпоксидку делать вот этот образец я тоже сделала женщине в спальне акцентную стену там есть тоже у меня в контакте это может быть коридор могу перевернуть да интересно да давайте вот это тоже такая ну на любителя скажем так мхи лимитация мха это вот тоже имитации ковра может быть да не видите выпуклые все да и правда имитация смотрите и камней и мха очень интересно этой стороны вот коридор такой меня там уже делается осталось только покрасить подруги она вот сказала очень нравится но если у вас коридор очень необычно смотрится помещение но спасибо вам большое за такой рассказ да вот очень нам было приятно с вами познакомиться вот еще забыла о тоже кстати мебель а может быть мебель какой-то комод ну сего можно так вот состарить да то есть если есть какой-то комод да можно его вам дать и вы его там сделаете или стулья такой техники о это очень здорово вот такой мастер у нас в александрове дорогие зрители проживает так что я знаю что многие из вас кто нас смотрят живут где-то недалеко от нас вот имейте ввиду что можно обратиться к такому художнику и как-то до художника декоратору спасибо за подсказку спасибо большое оксана ладно я думаю что сейчас наверное наши дизайнеры уже прислали мне ответ сейчас я посмотрю и будем дальше продолжать а согласование окрашивание вида окрашивания нашей кровати который нам делает оксана так что вот так вот нам повезло видите как наша спальня приводит нас и сводит нас с разными интересными творческими а самое главное увлеченными своей профессии людьми вот казалось бы просто спальню мы делаем да вот нужно не просто дело мы же так заморачиваемся вот в результате зато с каким большим количеством людей мы познакомились и я вас познакомила мне кажется это ну просто невероятно здравствуйте здравствуйте получили ваш запрос рассматриваем как раз образцы которые вы прислали в принципе патину мы выбрали который нам нравится это последний вариант сейчас мы его покажем но нам кажется что очень открытый синий цвет его хотелось бы приглушить чтобы он был как на визуализации более темнее даже более сложнее чтобы больше черного в нем было чем открытого синего возможно это такой такой эффект на фото получился но видите дизайнеры высказали свое мнение что касается синего цвета его не совсем верно передает камера он жизни как раз сложнее и темнее вот вариант они выбрали тот же что и валерий леонидович вот как у них прям совпало всем еще нас алексей обращает внимание что патина по проекту она не только идет на колёвке она идет нашего до углах да да потому здесь проекте вот видишь здесь да здесь сверху видно да 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 на углу и тут в боках швах да и соответственно когда она пойдет сюда вот на том когда будет стыковка тоже будет соответственно там то есть переходить на спинку на спинку из ножья так правильно назовем его здесь видно что она идет вот это из ножья и она сверху идет видишь ну да так же и будем делать ведь получится так делать акса ну отлично ну как раз нас алексей обратил внимание на это что так и буду делать как по проекту что мы не удивились потом а мы не удивляемся мы всему обрадуемся хорошо так а получается из голове у нас пока еще не туда не готовы а так она по размеру какой получилось по высоте так вот 10 как это будет будет а насчет не сумма ну все мы все выяснили все совсем посоветовались значит на будем черт черного чуть добавлять девушка что дизайнеры говорят наши сейчас я еще их отдельно спрошу может быть еще у них отображается не так но они выбрали твой вариант который без черного они имеют ввиду что нам саму синюю краску надо добавить больше черного наташа смотри вот ты посмотри проекта передаешь какой цвет у тебя получается да да с их проекта другой цвет да ну мне кажется что у нас сейчас синий цвет понимаешь когда я им отправляю вот даже смотри сейчас на мою камеру ты смотришь он более синий чем в жизни он жизни чернее ну если вот алексей вот это добавлять вот патина с черным да он станет вот таким да мне кажется что надо добавлять мне тоже кажется ну раз на проекте девушки тоже говорят да послушали что нужно чтобы вам было больше черным да тогда будем делать как вот этот вот где он первый вариант только в него надо еще черного добавить тоже вот он ближе к концу идет вот здесь вот этот вот шов можно делать черным родился знаете в чем ну что здесь золото в углублениях а здесь золото по верхушкам а черное внутри но вот мне кажется надо делать в углублении и черное и золото и все в углублении сначала в углубление черные а потом в углублении золото золото идет по верхушкам и получается и вот края вот эти вот тоже золото по верхушкам а черный внутри вот это вот это вот он вот он вот один из этих всех вот и вот он разница видите в чем здесь золото в углублениях а здесь золото по верхушкам в общем вот этот вариант да давай тогда вот этот вариант и берем да сейчас ну вот этот вариант тогда да сейчас я еще им так отправлю фотографии таки мы черним всю кровать или нет просто не говорят что он слишком открытый цвет мне кажется что нужно черный вот я здесь вот половину чернила да мне кажется надо чернить лучше получается она такая мучается как грязноватая да да валюша он получается более благородный цвет когда его чернишь ну так на чем речь сейчас давай еще раз прослушаем девочку именно об этом и сказали да и так мы еще раз согласовали с дизайнерами короче в результате не нам вот этот цвет согласовали и чернение всего синего оно вот здесь вот сделано то есть будет вот так так оксана давайте тогда проговорим еще раз как это технически будет осуществляться чтобы приглушить такой яркий цвет синий мы его воском зачерним здесь зачерним в углублениях а по верхушкам уже будет вот такая медь здесь по краям и здесь по краям получится красота да отлично все так делаем основная госприем к принимает такой вариант с алексеем нас просто постоянно так это не он еще нам порекомендовал чтобы мы отправили девочкам комод значит поскольку он считает что цвет комода чуть-чуть не соответствует тому что на проекте что можно его тоже затемнить ярко-желтый цвет хорошо вот у нас основная госприем к это ты как хозяин дома этого комода алексей он аффилированное лицо госприемки ты правильно выстроил приоритет вот на проекте у него светло-желтый цвет у нас чуть поярче ну не знаю мне на нем не напрягает его цвет мне кажется что он относительно особенно ковра который мы на пол купили там вот желтый цвет на ковре он вот похожий как ты считаешь я считаю что вот этот цвет который в проекте вот здесь только сейчас я это и заметил он по сути дела цвет обычной доски нет 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 он желтый прям здесь а доска она белая вот это дерево покрыто небольшим тоном она становится таким цветом как слегка желтоватым вот это и есть вагонка состаренная лет десять он тоже становится желтоватый вот этот цвет дерево желтый а это мне нравится настоящий желтый цвет укрывной краской который радует оксана что вы думаете по этому поводу я думаю что он станет вашу комнату сольется скажем так интегрируется это будет гармонировать и все будет отлично пусть он будет таким ярким акцентом артами ехтам кажется да еще там подушка на него сверху ляжет и еще ковер внизу с этими желтыми элементами все ручки появятся все будет отлично мне кажется что не будем ничего мы делать комодом не будем вот ну что тогда в принципе все что мы хотели мы согласовали цвет намного лучше он не такой яркий потому что фото он прям вот вырви глаз вот так намного лучше да он поярче ничего страшного вот нас еще волнует тракотовая стена прежде чем все красить купить маленькую баночку сделайте выкрас предварительный потому что яркие цвета при разном освещении себя вообще по-разному ведут мы выбирали в одном освещении у вас в итоге новое красивое другое освещение надо будет обязательно посмотреть все большое спасибо что вы нас вызвали познакомили с оксаной вот и мы уверены теперь в том что у нас вообще все будет просто идеально да потому что видим что мы нам старается сделать так как мы хотели да так как предписано проектом ребята делают все для того чтобы сделать то что задумано они могли нам сделать все что угодно видишь показывать свои возможности и так и так и так и так пожалуйста выбирайте как вам надо но все что угодно это одно они могли нам вообще сказать что мы так не делаем Поэтому будет вам только так. Чего ты споришь? Да, я не спорю. Что неправильно я сказал? Нет, я не спорю. Я, наоборот, отмечаю, что ребята могли сказать нам, что вообще все будет вот так, и мы по-другому не делаем. А они стараются. Али, тебе будет, пожалуйста. Ты выбираешь этот цвет? Да. Все, и мы, я выбираю. Все делаем дальше. И с синим тоже все отлично получается. Мы тоже заинтересованы, чтобы наши клиенты были довольны. Конечно. В этом и речь. Ну все, наши дорогие зрители, на этом мы прощаемся. Выпуск получился эмоциональный. Но именно в спорях, наверное, всегда и рождается истина. С вами была Таша Муляр, и вы на канале «Жизнь без дублей». Пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть и другие интересные выпуски на канале. Переделка советских стульев своими руками. Цветник-горка своими руками из остатков от стройки. И обзор кухни через полгода после эксплуатации делали те же наши дизайнеры. До новых встреч!